Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Что ж, доброе утро. Десятого мая. Продолжаем работу. Абик Элкин, Александр Шунин в студии. И сейчас у нас на прямой связи посредством Зума. Посредством Зума. А мы решили поговорить о том, как в эпоху ковидных ограничений работают экскурсоводы. Они же гиды. Поэтому с нами на связи Владимир Дорофеев. Один из рижских довольно известных, между прочим, гидов. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что нашли время так рано присоединиться к нам. Ну, рассказывайте, как работает... Ну, честно говоря, это совершенно новое. Это был новый опыт. Профессия стала профессией выходного дня. Потому что клиенты сменились полностью. Если раньше я работал в основном на группы иностранцев, то сейчас это местные. И мне так повезло, что я нашел местного организатора экскурсий, который просто нуждался в хорошем гиде. И вот я, в отличие большинства своих коллег, сейчас имею свой кусок хлеба, скажем так. Да. Владимир, я знаю, что перебиваю, но это важный, наверное, такой момент. Не было ли опасений проводить экскурсии для местных? Я почему говорю, но все-таки мы исходим из того, что, ну, не знаю, латвийцы, наверное, лучше имеют представление вообще о Латвии, о Риге в частности, чем, допустим, представители других стран. Вы абсолютно правы. На самом деле это общая тенденция. То есть все, можно сказать про любого человека, что все люди о своих городах знают гораздо больше, чем о других. Хотя ходит такой вот стереотип, что вот фотоальбомов, да, вот различных историй мы приводим больше из поездок. Должен сказать про рижан, они действительно основной вот такой туристический контекст, они его знают и когда-то слышали. Но есть все равно в профессии экскурсовода возможность чем-то удивить. Фактически не удается, насколько я знаю, коллегам, которые сейчас работают, удается. На самом деле была раньше такая ситуация, что некоторые экскурсоводы для халтуры подрабатывали со школьниками. Со школьниками работать сложно, их сложнее удержать внимание, они проще балуются на экскурсиях. Но если у тебя получалось работать со сложными группами, то потом было легче работать с обыкновенными. Ну, я помимо обыкновенных школьников старался брать еще детдомовцев и прочие социальные группы несколько раз в год, чтобы просто и хорошее дело сделать, и свой профессионализм поднять. И вот, можно сказать, в этом году это сыграло. Хотя в прошлом нет, в прошлом все равно был абсолютно пустой сезон. Ничего не было. А какова специфика проведения экскурсий в условиях пандемии? Ну да, сколько человек, маски, не маски, зайти никуда нельзя, только снаружи посмотреть. Да, вы правы. Значит, специфика... Ну, сначала расскажу, конечно, как она в основном идет, потом хотел рассказать, как у меня был зимой случай с заезжим миллионером, он тоже очень достаточно забавный. Сейчас специфика такая, сняли ограничение, раньше было одно домохозяйство, и вообще мы придумали благодаря этому такую замечательную форму, как, ну, в принципе, она широко известна раньше для молодежи, квест, но основной возраст интересующихся экскурсиями он старше гораздо, да, то есть это где-то, ну, 40 плюс, да, то есть даже часто 50 плюс. И, соответственно, для этого возраста эта форма была незнакома, и, по сути дела, я переписал экскурсии на листки, каждому объекту подводку сделал в форме загадок, и вот из 20 загадок такая вот папочка, вот с интересными такими фотоиллюстрациями выдавалась желающему домохозяйству, и вот это домохозяйство ходило где-то 2 часа по городу и узнавало что-то для себя новое. Потом ограничения сняли, и вот к таким квестам прибавились обыкновенные экскурсии. Ну, собственно, обыкновенные, их тоже не назвать, потому что обыкновенные были все-таки по 20-30 человек, сейчас ограничения 2 домохозяйства и 10 человек, и, соответственно, конечно, это, в общем-то, как правило, организаторы больше, дороже берут за эти услуги, и, соответственно, ну, это где-то 10-15 евро вот с человека берут за то, чтобы вот присоединиться к экскурсии. И, соответственно, вот группа 10 человек может пройти по маршруту. Ну, опять же, маршруты приходится выбирать нетривиальные, да, скажем, если обыкновенный югент, он в туристической среде занимает где-то полчаса требования такие, да, то есть, что стандартная экскурсия по городу, включающая в себя старый центр и югент, она где-то 3 часа, а отдельно югент, он полчаса, 40 минут максимум. Пошел по улице Альберта, да, и сворачивает, да. Фактически это такое кольцо стрелнику Альберта Антониаса и вывезти обратно группу вот к российскому посольству, там, где стоянка автобусов. Вот, а с местными приходится иначе. Я вот вожу и по Элизабетес, и получилось так, что если рассказывать про многие дома, то получается не полчаса, а все 3 часа там, да, и 2 раза, да, можно, в общем-то, провести этот маршрут. И, как люди говорят, получается достаточно интересно, и то, что они не знали. На самом деле город полон историй, которых мы не открываем, и если вот такие вот фотографические объекты объекты мы в основном знаем, но вот какие-то такие маленькие детали мы не замечаем. Ну, и, честно говоря, в этой связи я хотел бы тоже, Абик, оспорить твое заявление, что про родной город, и как будто бы все знаешь. Опыт показывает, но чем дольше я живу в Рике, всю жизнь при этом живу. Тем не понимаю, как много, я не знаю, сколько всего интересного. Нет, я же не правильно, абсолютно согласен. Я просто имею в виду, что всегда нужно делать скидку, что, ну, попадется кто-то такой более продвинутый. У которого начнет спорить с гидом, а я вот умнее, а я лучше знаю. Я в чем-то вот поражу параллели, вот у гида, это очень сложная работа, гид с учителем, потому что, когда говоришь с педагогами, они говорят, ну, как, мы сейчас тоже делаем коррекцию на Google, я извиняюсь, да, то есть, когда ученик может прямо загуглить, ну, условно говоря, и сказать, нет, там, Марья Ивановна, да, так сказать, это было так и так, вы там что-то попутали, ну, условно говоря, это было не в 500, там, не в 1528, а в 1529, совсем недавно, да. Вот, Владимир, может быть, несколько слов об этом, ведь вы же, наверное, всегда делаете скидку на то, что мало того, что люди местные все-таки что-то прочли, что-то могут проверить, или, может быть, что-то такое нетривиальное. Вы тоже рассказываете, что сразу вот не найдешь в Google, условно говоря? Да, конечно, есть такие вещи, которых в Google нету, ну, в этом, наверное, большая заслуга моей мамы, вот я, в общем-то, потомственный гид, и так как мама проработала 30 лет в музее, некоторые вещи до сих пор до Google не дошли, и некоторые вещи, которые вот она находит и подсказывает, что вот вещи в этом направлении, не так-то просто в Google найти. Но на самом деле, вот та проблема, о которой вы упомянули, это действительно даже проблема не столько знаний, сколько отношения. И гиды, которые работали с иностранцами, к ней привыкли. Вот особенно это очень характерно для гидов, которые работали с немецкими. Мне повезло, я работал с русскими, с украинскими группами, там этого меньше. А вот те, кто работали с немцами, те как раз рассказывают, что ситуация, когда за гидом туристы внимательно следят, и по путеводителю читают и слушают то, что говорит гид, если какое-то несоответствие, они вот сразу же говорят, а в моем путеводителе написано иначе, это стандартная схема. И гиду приходится доброжелательно, и в общем-то с тем, чтобы человек все равно получил удовольствие от города, отставить свою информацию, свой источник информации, приводить. Свою компетентность, в общем-то. Им нужно просто относиться с пониманием. Владимир, я напоминаю, с нами Владимир Дорофеев, известный рижский гид, и мы говорим о том, как проводятся экскурсии в условиях пандемии. И вы нам задолжали какую-то побасенку, сказали, что был анекдотичный случай с миллионером неким. Да, действительно, это было очень забавно. Вот в ковидные времена действительно число туристов сократилось драматически, и можно сказать, что их не было, и меня совершенно случайно нашли какие-то туристы из Венгрии. И я уж не знаю, как они выдержали срок, не выдержали. Это я все-таки не медицинская, не государственная служба проверять, вот сидели они на карантине или нет. Мы ходили все в масках, но они захотели зимой зайти в какой-нибудь ресторан. Как раз то время, когда закрыли все полностью. И я помню вот это вот ощущение, когда человек, небольшая группа человек, там пять у него, было с ним все люди состоятельные. И вот они задают интересные вопросы по городу. Погода совершенно промозглая. Зайти кофе буквально негде. Вот мы пьем из этих пластиковых бумажных стаканчиков. И он говорит, ну все, давайте зайдем куда-нибудь, все-таки перекусим и выпьем кофе, и что там полагается. И зайти просто некуда. И в конце концов мы берем какую-то пиццу и на ратушной площади раскладываем эту на скамейку пиццу. И вот просто сочетание миллионеров, которые празднуют как бомжи в ожидании такси, это совершенно неповторимое вознумение. Вот она, голод не четко, как говорится. Да, вот все-таки я понимаю, что сейчас мы так, наверное, привыкли жить в этих условиях пандемии. Больше года, наверное, тяжело представить, что мы вернемся к нормальной жизни, хотелось бы. Но, тем не менее, все-таки, вот заглядывая в будущее, когда снимут ограничения, вернутся к нам туристы, я надеюсь, все-таки все равно вот этот, не знаю, экскурсии как-то изменятся. Вот они станут, не знаю, более другими, может быть, с какими-то виртуальными элементами, прямо там на телефоне, ну, я не знаю, вот дом сейчас такой, а вот он был такой, ну, условно говоря. Ну да, потому что квестов, кстати, стало значительно больше в последнее время. Да, да, действительно, квестов стало больше. И я думаю, что это будет развиваться. Но, вот, так как я знаю о русской публике, первый год была еще возможность проводить какие-то зум-экскурсии. Но это, честно говоря, сложно. То есть, по сути дела... Экскурсия по зуму – это как? Это уходишь и показываешь вот так вот телефон? Ну, вот это вот примерно вот так. Вот, а мы с вами находимся... Видите, у меня нет зеленового фона, я такой немножко призрачный, пропадаю. А мы с вами находимся вот там. Вместо Роланда ваш лик появляется. Видим перед вами... Я показываю вам такой-то объект, вот мы его приближаем, вот, и рассказываем про него. Но нужно, на самом деле, собрать хорошую подборку иллюстраций. То есть, нужно, собственно, сделать... То есть, очень много зависит от показа. Когда ты идешь и рассказываешь, ты можешь ориентироваться на туриста. То есть, он тебе задал какой-то вопрос, и ты, следуя за ним, уже отвечаешь на какой-то поставленный вопрос. Если эта группа... Ну, там есть, конечно, какие-то жесткие рамки, и ты уже трактишь вот какой-то фактически заученный намертво текст, и идешь от объекта к объекту, прерываясь на вопросы минимально. Ну, в принципе, кстати, совершенно знакомая мне ситуация, потому что определенное время, когда у меня была другая работа, я в том числе водил экскурсии по одному из объектов. И действительно, ты говоришь, вот, заученный текст, как пластинка-то на собор Василия Блаженного был построен, условно. И поэтому мы договаривались сразу. Посмотрите налево. Уважаемые, я расскажу вам определенный набор фактов, которые вынуждены рассказать, и я его рассказываю всем. Но чем больше будет вопросов с вашей стороны, тем интереснее пройдет экскурсия и для вас, и для меня даже. Вот это интересно. Наверное, если мы говорим, не знаю, о российских, украинских туристах, ну, о советских людях, да, которые, естественно, знают советских кинематологов, наверное, вот уже понятно, да, так сказать, тоже вы делаете скидку традиционно, откуда выбросился Плейшнер, сообщаете, наверное. И там прямо на этой улице, ел-не-ел, да, все показываете. Это очень любимая тема, и вот сейчас тоже одна из квест-компаний, она проводит, вот как раз по следам Шерлока Холмса, вот такие квесты. Но тут нужно учитывать, что тема не туристическая. То есть, вернее, тема-то как раз туристическая, тема не для местных. Местные ее слишком хорошо знают, а местным, собственно, приходится предлагать что-то другое. Но я думаю, что когда вернутся туристы, будут интересы и к таким экскурсиям, и те, кто сегодня вот готовят новые формы, они все равно окажутся в плюсе, потому что тот, у кого список предложений больше, он не всегда выигрыша. Может быть, такой последний вопрос, время стремительно подходит к концу. Был, есть ли для вас еще в Риге какие-то, не знаю, открытия, загадки? Ну, или то, что вы совсем узнали недавно, казалось бы, зная все и как гид, как рижанин, но все-таки что-то для вас, может быть, какой-то дом, где жил какая-то знаменитость, вы об этом не знали, допустим, да? Ну, на самом деле, весь маршрут по Элизабетес, по улице Элизабетес, я его практически разделил на два разных маршрута, вот драмы Серебряного века и бетонное наследие Модерна, вот, собственно, там каждый дом, это такое удивление, потому что этот маршрут обычно проходят люди, смотрят на прекрасные дома, но не знают, что за каждым из этих домов скрывается история. Такие же маршруты можно совершенно спокойно делать, следовать вот на улице Аусекля, рухницы, и на самом деле сейчас достаточно тяжело это делать, потому что архивы закрыты, и не так просто узнать ту информацию, найти ту, которая была. Но на самом деле все вернется, все будет возможно. Другое дело, что когда пойдут туристы, на это уже действительно не останется время, туристы платят, иностранцы платят больше, они более платежеспособны, и, конечно, когда пойдут иностранцы, то и наши туристы, они выйдут за рубеж, и такой интерес гаснет. Но всегда останется возможность проводить лекции, потому что для... есть огромное число людей, для которых недоступно уже ходить пешком, а интерес сохраняется, и, собственно, вот для них можно будет рассказывать в том же самое в виде лекций. Владимир Дорофеев, гид у нас был на прямой связи. Подтомственный гид, между прочим. Огромное спасибо Владимиру за участие в нашем эфире, много интересного мы услышали, потом мы это перескажем, конечно же, на портале «Микс Ньюс ЛВ», а сейчас нам самое время двигаться дальше. К новостям. К новостям. К новостям. А следующий гость, кстати, тематически продолжит рассказ Владимира, потому что у нас будет представитель компании, которая разрабатывает настольные игры. Еще одна сфера бизнеса, еще одна сфера жизни, которая получила перерождение в пандемию, и многие очень интересные игры, востребованные за рубежом в том числе, разрабатываются местными ребятами. Вот об этом мы поговорим через паузу.